3 бет в блеф нормально все верно имеет место калирует в холодную парень ой я еще не видя флопа сразу могу сказать если мы сейчас хорошо сюда не зацепляемся то все чек вас и мы хорошо зацепляемся да вот эти смотри вот доска вроде да мы как-то зацепились но у меня проблема какая вот если когда холодную калирует наши три беты но это руки какие в основном дабы вальты десятки девятки восьмерка скорее все чаще всего руки десятки плюс туз король туз даму туз валет периодически могут быть то есть вот у него говорю здесь вполне могут быть любой вот как бы в принципе можно и камбет сюда поставить но законе то у нас получается только с руками лучше наши это overpar и сыты смотрите тебе здесь на мой взгляд на что надо давить тут должно совмещаться так скажем две штуки это твои equity очень хорошие на самом-то деле ну даже против их их диапазона и так называемая fold equity то есть тебе что здесь я бы как здесь играл двумя способами я бы здесь давил бы именно на fold equity и на fold equity тут можно надавить двумя вещами первое самое на мой взгляд такая нормальная это bad долларов 14 сюда потому что то есть если то есть моя задача понимаешь скажем если у них туз король туз даму туз валет я и как и за 7 выбью так и за 14 меня эти руки вообще не колышу меня колышет как здесь нахер выселить руку типа десятки вальты и тут на мой взгляд есть два способа первый способ это бэд долларов 13 14 и то есть им реально ну показать что как будто я очень сильно защищаю свои дамы короли тузы или второй способ это чекрейс аллен то есть допустим чекаешь сюда с десятками с вальтами ставит долларов там 67 и ты просто играешь чекрейс аллен и он посидит подумать бля дамы короли тузы либо сайт скорее всего вот изображать всем сам очень сильно руку если он же он тебя вдруг коллирует то у тебя луна не избежать ну все у тебя там equity нормально вот эти просто два способа тебе вот эти два способа которые сейчас назвал они тебе принесут одну забиранию вот этих вот мертвых денег из банка смотря если мы поставим овербет допустим он заколирует вот и уже и так и так будешь привязан к банку тебе уже никуда не деться на тёрни просто пихаем тогда просто надейся на свой equity и все любую карту моя задача именно в этой раздаче к чему я клоняю это забрать мертвые деньги из банка то есть забрать вот эту девятку у десяток вальтов каких-нибудь постараться и все а если он вдруг все-таки как бы хочет играть со мной тогда у меня как бы equity есть ну прилично вот так что ну вот смотрим я бы единственное что здесь точно не делал бы это я не ставил бы 7 долларов просто 7 долларов это реально ну это реально ну блин он заколит меня с десятками с вальтами ничего не смогу сделать он либо сам зарейдит уже тогда я тогда буду реально ну я не заберу мертвые деньги здесь за 7 долларов вот что я имею ввиду поэтому тут сейчас надеюсь что ты сыграешь чекрайс алуин было бы не всяк или они все прочекли 1 105 50 все чекрайс алуин ну или хотя бы чекрайс долларов 20 то есть чек кол ну ну дал под шансы такие и заманить вот этого чудо и этот еще сюда но не по-любому десятки вальты вот это вообще без всяких шуток вот парни вот этот еще может иметь туз король цель имеют это вот 01 мне кажется не может даже туз король туз дома быть поставить окнаешь типа своровать этот банк у вас а этот мофон бун только числе как будто не десятки вальты и он сам еще не определился в этой жизни чего ему делать это так пока на первый взгляд ну и дальше тут опять идет чек 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 понятно нету с король туз дома наверное ну что раз он чекать что не еще может быть и я зуб даю что ты сейчас чекаешь ой ёпорста короче мув не знаю дай почитать руки наугад аутерш флэш блять туплю короче мув он блум падает и мне кажется сейчас парень тебя по туз король под туз даме вколит бэд надо ставить да но мне кажется не такого большого не такого большого размера потому что будь я сейчас на месте какого-нибудь парня с туз король стуз дамой я бы выкинул свою руку против тебя почему ну потому что чурт возьми приходит туз и парень заряжает у такого размера ставку ну с какой нахер радости то соответственно тебе нужно подобрать такого размера ставку чтобы туз король туз дамы туз валет не упали а это на мой взгляд примерно где-то долларов 15-14 вот за 15-14 я бы себя 100 процентов осилил ну вот парень с десятками с вальтами падает как я и ну у нее другого быть здесь не может без без этой самой как говорится без шуток и этот что падает ну ну сам представь что у них здесь могло быть это наверно туз король туз даму выкидывает по его розыгрыш этот выкинул десятки вальты вот так что в принципе ты сыграл нормально неплохо но сайзинг на ривере очень плохой очень плохой